Функционал данного редактора Изначально функционал данного редактора довольно таки беден. Но его основная фишка заключается в том, что этот функционал можно просто дико расширить за счет плагинов, которые созданы для данного редактора. А этих плагинов очень и очень много. И эти плагины можно подключать двумя способами. Либо это делать ручками, что заметно дольше, либо использовать специальный плагин, который на автомате будет устанавливать нужные нам плагины. Так сказать, отец всех плагинов или мамка. Напоминаю, что этот курс ориентирован под удобную верстку, поэтому плагины мы будем использовать, которые будут помогать нам верстать. И давайте сначала установим этот плагин. Он называется Package Control. И первым делом, что нам необходимо сделать, устанавливается он довольно быстро, это нажать, ну, активировать окно редактора и нажать здесь Ctrl плюс Tilda. Тильда это там, где находится русская клавиша Йо, сразу под клавишей Escape. И у нас появляется консоль. Видим, такая консоль. И сюда мы должны вставить специальный код. Скопируйте его под этим видео, данный код. И вставьте вот сюда. И нажимаете клавишу Enter. Так, стоп. Вот, все, пошло. Found 2 files. Так, насколько я помню. Сейчас. Package Control. В принципе, по-моему, уже установлен. Да, видим, вот у нас появился этот плагин Package Control. Теперь я, если его запускаю, то у меня появляется окошечко, видим, такое специальное. И здесь мы можем, обратите внимание, просматривать те пакеты, которые установили, удалять эти пакеты, обновлять, либо устанавливать. Вот этот пункт нас сейчас интересует больше всего. Ясно, да? Поэтому в следующем уроке мы проделаем с вами первое волшебство и установим первый необходимый нам плагин.